Самая тяжелая работа. Наказывать, травмовать, клепать и оздоравливать. Меня закрыли и я поехал. В итоге пропустил самое интересное. Бью жестко, больно. Сильная пушка. То рука, то нога. Увы, это бокс. Украинскую мову спілкуватися постійно. Хороший бокс. Денис Беринчин! Денисом Беринчиком, потренируемся, поговорим о работе ног в боксе, ну и сходим, конечно же, на бокс, поболеем за нашего чемпиона мира WBA Артема Далакяна. Отлично! Д fed into the the gym В drives your народ, оч и так, а чуть там размялись, первый пот пошел. Сделаем небольшую работу, бой с тенью, потому что это самая тяжелая работа. И чуть нудненькая, надо представлять, воображать, идти. Забываем о работе ног, как забывают все постоянно. Станут, закопаются по колено и рубятся. Их когда вытягиваешь на себя, они зависают в пространстве, в воздухе. И ты тогда их начинаешь наказывать, травмовать, клепать и оздоравливать. Не забываем включать четырехглавую мушту, так как она может тоже бить. В сумке должно у боксера быть все, как у женщины. Помадка, тушь, губная помадка. Надо еще раз. Кудиница есть. Перчатки, бинты, гепра, буты всевозможные. Даже капа без коробочки. Очки. Теннисные мячи. Скакалка. Короче, есть все. Флампы. Некоторые боксеры, конечно, бинты сматывают. Но я не теряю на это время. И они у меня живут своей жизнью. Их не сматывать надо, их стирать постоянно надо. Что толку их намотало, они завонялись и умерли. Руки надо беречь, постоянно их перематывать бинтами. В основном надо перематывать и пальцы, и в основном налаживать крестом. Чтобы была связка бинта, чтобы держали пясть, запясть, ну и фаланги. Какой бинт теперь у них не торгует? Отдельный специальный человек, который работает в команде. Он отвечает за многие моменты в бою. Отвечает за рассеченные брови, он отвечает за лед. У него водичка, у него губка холодная с водой для восстановления. Это такой человек Катма называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдёмте с нами, я расскажу много интересного. Мы себе ямочку такую нагнём. Можно бить всякие колхозные, даже из-под жопы ударить. Самое главное не повредить руку, её надо правильно заворачивать. В основном надо устойчиво стоять на ногах, чтобы сильно ударили. Если мы будем нарабатывать одиночный, либо просто сильный удар, то на улице он может вам и не помочь. Потому что надо уметь дружить с ногами, уметь подходить. Большинство проблем в боксе, потому что люди ставят ногу как у шпажистов. Тем самым, когда делая выпад либо атаку, они проваливаются, и голова переходит за их колено. Эту ошибку надо убирать лёгким движением ноги чуть-чуть наискосочек, чтобы была устойчивая нога, и она тебе дальше не давала проходить, либо пролетать дистанцию. Передняя нога очень важная. В основном, если нет мышечной массы, либо нет скорости, то это можно добавлять всё ногами. В основном старая школа бокса лучше всех разворачивать, поворачивать, но это всё уже устарело, и можно делать всё по-новому. Добавить себе 30% работы мышцы, при этом толчок будет с ноги от бедра, и потом будет выходить удар и доходить до цели. Этим можно, получается, ускорить. Также можно это сделать либо после контратаки, ну, то есть, когда на тебя нападают, ты помог себе чуть ли шоу, пока не вставил с ноги. Ну, в основном, можно подготовить себя спереди ногой, чтобы было устойчивое положение ног, ну, в принципе, масса тела была на правой ноге, чтобы мог её перевести туда, куда надо. Цель в мешок. Показываю. Места, ноги. Зажимаем, закрываем. Тут есть четырёхглавая, которая должна работать. И после этого... Ну, я не сильно бью. Вообще просто не сильно бью. Ну, бью жёстко, больно. Также ногу можно включать, даже если это сбоку, либо снизу. Так что, ребята, не обманывайте себя поворотом корпуса вот этим. Надо убирать сам голову в сторону, так как бьют голову. И при этом должны вам помогать ноги. Либо боку, либо прямой. Запомните, по сторонам убираем голову, а не крутимся вот так, голова на месте. Потом в итоге пропускаешь и думаешь, что случилось, а ты в оконцове просто неправильно слушал. И заберите, когда он говорил, убирать голову, когда в неё бьют. В итоге пропустил самое интересное. Вырубили. Чем мы должны ещё заниматься, чтобы включались ноги? То есть помимо вот таких чётких отработок. Что от вас они включают? Ну, помимо это приседы все. Те, которые будут включаться в работу. Можно это делать с мидболом, имитируя удар. Также это могут быть какие-то подъёмы на ступеньки. Либо куча утяжелителей есть на ноги. В зависимости от соперника ты как-то отдельно прорабатываешь работу ног или нет? Конечно. Тут в зависимости какая у него стойка. Правая либо левая нога впереди. И, конечно, как он двигается. Если он упёрся и может ударить сильно, то только он может ударить стоя. Приходится его забирать с той удобной дистанции. С тех, можно сказать, устойчивых ног. Заставлять его идти на себя. И тем самым наказывать его на его ошибках, когда он неустойчиво стоит. К тому подготовка к той работе именно с ногами, с движениями в профессиональном боёх была самая сложная? Постоянно ведём большую работу ног. Потому что тренируемся стать чем-то повыше, стать чем-то больше. И делаем большую колоссальную работу. А с кем придётся её показывать и получится ли те комбинации, которые ты нарабатываешь годами. Увы, это бокс. Ноги должны себя хорошо чувствовать. Они должны сами веселиться, сами находить себе точку. А то, что оно вот это идёт, не важно, как оно идёт. Главное, чтобы ножки были. Просто десятку вчера пробежали. Они не такие подвижные, как они могли бы быть. А что самое тяжёлое было? Ну, какой танец самый тяжёлый был? Я не знаю, наверное, вот бальная программа. Когда надо держать осанку, держать плечи. А у меня то плечо вывалится, то рука, то вниз, то нога, то и не приподнимаешь. Ребят, тренировка закончилась, ещё куча дальше всяких разных заданий. Ну что, ребята, погнали дальше. Здарова всем, мы сегодня пришли поболеть за Артёмка. Отдалать я тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дальнейшей нашей процедурой мы будем ходить, рассказывать слишком много. На нас будут обращать внимание и я буду стесняться. Всем здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассказывай, Денис. Ну, отличный вечер бокса сегодня собрался. Весь бомонд, как говорится, Киева, Донбасса и нашей всей Украины. И, в принципе, получится, я думаю, зрелищный поединок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, идёт разогрев, идут ребята по шесть, по четыре раунда, кто начинает карьеру, кто молодой. Четыре-шесть раундов. А ты никогда не боксировал? Я просто боксировал уже в полупрофессионалах. Там были украинские атаманы, я провёл там два сезона и боксировал там пять раундов по пять минут. По три минуты. Ну, типа, уже зачем четыре боксировали, когда ты боксировал пять? Вон мой дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дом Олимпийского призера, вот. По поводу украинского языка. Можете с собой общаться? Украинскую мову спілкуватися постійно. О, мистер Денис Беринчик! А ты ЗНО сдавал или не складал? Нет. В одиннадцатый класс я ж не закончил. Меня закрыли, и я поехал. Покатался чуть-чуть. Когда освободился, как после девятого поступил в бурсу на сварщик, полгода там отучился, потом поступил в вечернюю школу, доучился в вечерней школе, дали аттестат. И вот как раз уже следующий год ЗНО, и я поступил в институт. Как раз прошел идеально. Вообще именно проскочил, да. И это все время ты занимался профессиональным боксом? Просто боксом, да. Всегда занимался боксом. Спасибо большое тренеру Яцкивникову Михайловичу, который был как отец, воспитал меня, и низкий поклон ему. Помнишь свой первый вечер бокса? Тогда попал на какую-то такую арену? Да, когда-то в Харькове боксировали мы с поляками, по-моему, и был такой вечер именно бокса. Нашим днем боксируем, вечером, а то именно был вечер бокса. И ты вроде бы в любителях, но столько было прожекторов, было шоу. Я там, конечно, зажег, поляка так избивал, и был пресс-зрительский симпатий, мне подарили большой кубок. Тогда я почувствовал, что я кайфую и могу заводить публику, и им это нравится. Вот в этот момент, мне казалось, включилось что-то. Я прошу прощения, Украина только что? Выиграла U20. До 20 лет. Да, выиграла... Стали чемпионами мира. Южной Аталии. Да, я знаю. Потому что, ребята, Украина, U20, молодежь, и та молодежь, которая будет заниматься спортом и отдавать свою молодость, свои силы на спорт во благо страны или просто для красоты тела, занимайтесь и не теряйтесь где-то подвалом, не курите сигареты, не бухайте. Есть силы. Есть примеры. Да, всем Денис Миринчик. Потому что он из этой грязи ушел. В другую сторону, в лучшую. И идет в белой рубашке с ох**ыми часами и накидывает вам. И, конечно, в боксе всегда хочется увидеть зрелище, нокаут и грамму. Большую грамму. Но как оно будет на самом деле, никто не знает. Тем и привлекает и завораживает, по его величеству, бокс. Артем Далакян, супер прием. Разбивает этого филиппинца в хлам. Болова, вот это. положение молодец не подошел кружок нос поломан да я только сразу на полилось снизу не оторвал все есть на чем работать друзья вот мы и побывали на вечере бокса компании union боксин промоушен и получили массу удовольствия спасибо что посмотрели и остаетесь с нами ставки класс люблю вас и с вами денис беринчик с вами сила с вами бокс это минимум 100 тысяч а дальше миллионы пошли телезрители подписывайтесь на канал дениса беринчика чемпионский канал смотрите по домам